всем добрый день сегодня нахожусь недалеко от станции метро бутырска на улице ростовели и вот у меня за спиной московский завод плавленых сыров я вам предлагаю сейчас немножко вокруг этого завода прогуляться и посмотреть что здесь есть интересного московский завод плавленых сыров и называется он карат открыт завод 1934 году вот здесь от проходной даже обозначена эта дата но кроме плавленых сыров здесь выпускались еще творог сметана сливочное масло ну а сырки завода карат наверное ну я не знаю знают наверное все потому что они выпускаются до сих пор это дружба янтарь какие там еще шоколадный плавленый сыр был еще такой не знаю сейчас есть или нет сыр кара коралл с добавлением якобы креветок вот так что такой известный завод на забыла еще сыр волна кстати сыр янтарь был разработан в лаборатории при этом заводе в 60-х годах как ответ скажем так от ответ сыру виола ну может кто-то помнит тогда это был дефицит финский сыр виола как я помню его в основном давали в продуктовых заказах праздник в 1970 году вот как раз предприятие получило вот такой облик на основании останкинского молочного завода а в 1996 году ему присвоили как раз вот имя карат до этого назывался просто московский завод плавленых сырок но и сюда приехала я не просто так вот не просто так я просто так бы я сюда не приехала сейчас я вам покажу почему я сюда приехала а приехала я сюда вот почему видите здесь перед заводом есть такой небольшой сквер здесь установлен необычный ну не так кажется необычный памятник памятник плавленому сырку дружба в 2004 году память памятник господи сыру дружба исполнилось 40 лет и было решено поставить по этому поводу памятник был объявлен конкурс на проект памятника было представлено более 150 проектов и вот выбрали вот такой проект который подготовили сына отец щербаков и по мотивам басни крылова ворона и леса только здесь смотрите здесь дружба и согласие полное причем вот такой вот замечательный памятник и был он установлен в 2005 году во время 2 московского фестиваля сыров давайте подойдем посмотрим поближе сам сырок выполнен прям вот очень подробно тут даже вот все 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 и штрих-код есть и адрес завода и вот такой вот сырок ну и ворона и лисица на этом памятнике дружек в отличие от басни крылова но даже вот с таким памятником дружелюбным не все так было гладко самого начала в январе 2008 года с памятника был украден сырок вы представляете украли сырок но правда нашли его очень быстро при разборке снега совсем неподалеку видимо грабителям не хватило сил чтобы его утащить далеко так как ну как пишут вес этого сыра 200 килограмм не знаю насколько это правда но так что вот сырок дружба вернулся на место ну и и дальше все равно памятник и ждали приключений в 2011 году здесь стали строить станцию метро бутырская и памятник пришлось перенести ближе к проходной завода это вот оттуда откуда мы с вами шли и вот он там стоял какое-то время 2015 году был вообще убран на территорию завода и вот только в 2020 году вот здесь вот сделали сформировали такой сквер и я надеюсь что теперь вот этот памятник будет здесь стоять я думаю что теперь ничто не ничто не побеспокоит ворону и лисицу такую такую дружбу ничто не побеспокоит очень такой симпатичный позитивный памятник но это еще не все о чем я вам хотел рассказать и показать есть тут еще фирменный магазин и мы сейчас с вами туда зайдем и я надеюсь что я смотрю вам смогу вам там показать кое-что интересное ну во первых продукция смотрите и здесь явно дешевле чем в обычных магазинах продукции много и сейчас еще кое-что вам интересное покажу на 3 объемная картина посвященная плавленому сырку дружба вот я даже соблазнилась и застарилась пирменный пакетик что я тут купила сливочный сыр кстати вот сливочный сыр очень намного дешевле в магазине я мы покупаем где-то ну даже если со скидкой по 110 здесь он по 77 ну и взяла вот и шоколадный и лентарь ну еще раз не могла не подойти к этому замечательному такому позитивному памятнику но опять же это не все я прочитала что здесь во дворах есть еще граффити посвященный этому сырку так что пойдемте поищем его вместе самое обидное то что граффити я не нашла но я обошла все ближайшие дворы я так и не нашла если кто-то вдруг посмотрит это видео и там знает улицу ростове ростове ли лучше чем я и знает где находится это вот чтобы мне точный адрес знать и напишите мне в комментариях потому что я видел информацию просто было написано недалеко от завода карат во дворах дома но я не нашла к сожалению вот поэтому я сегодня так закончу на этом свою прогулку всем большое спасибо за просмотр и буду очень благодарна если кто-нибудь напишет мне информацию по поводу граффити о плавленном сырке дружба всем большое спасибо оставайтесь на моем канале уже замерзаю на моем канале ставьте лайки подписывайтесь комментируйте а я говорю вам до свидания еще обязательно увидимся всем пока пока